Всем привет! Вы на канале CryptoCommons и это обзор биткоина и криптовалют. Давайте сразу начнем, чтобы не томить. На часовом таймфрейме мы видим что? Мы видим попытку смены тренда. Вот здесь вот, да, у нас был достаточно сильный отскок от 26-25 тысяч примерно по разным биржам. Это было у нас два дня назад уже. Мы сходили выше сетки MA Ribbon, но не смогли закрепиться над ней. Смотрите, она только здесь развернулась в бычью сторону, но снова развернулась в медвежью вот здесь, и мы от нее отскочили как от сопротивления дважды. Это плохой знак в краткосроке, говорящий нам о том, что мы сейчас идем еще ниже, возможно, но дальше все будет зависеть от того, сможем ли мы удержать повышающийся минимум здесь и отскочить дальше, или не сможем. С одной стороны, смотрите, у нас тут сплошные бычьи дивергенции на Сайфере и на Ресайфере и на всем остальном. Желтая точечка, кстати, вот здесь вот была в этом месте. То есть, в принципе, в теории мы должны вроде как уже остыть. Сила продавца затухает, сила покупателя должна прийти, по идее, и вытолкать цену наверх. Но, опять же, кому она должна? Это наши хотелки. Сегодня выходные, волатильность снижается, но может быть резкий сквиз. Короче говоря, для быков нам сейчас вернуться бы выше сетки Эмэй Риббон, закрепиться над ней и уже пойти от нее наверх, как от поддержки отскакивая, как это происходит обычно в здоровых бычьих движениях. Потому что глобально, я вам напоминаю, что мы очень перепроданы. Если мы откроем дневку, то на дневке у нас с вами зеленая точка на Сайфере и просто в полу осциллятор, который, по идее, сейчас должен вот так развернуться. И мы увидим какой-то отскок хотя бы вот к этой сетке Эмэй Риббон, опять же, это район там 35-37 тысяч долларов за биток. И это будет абсолютно нормальным возвратом к средним значениям куда-то вот сюда, в этот блок. Но перед этим могут, конечно, еще немножко попугать. Могут попугать нас, что мы сейчас и видим. Поэтому тактика какая, ребята? Я думаю, имеет смысл ставить ведра вот на всю эту зону со стопом куда-нибудь вот сюда, за вот этот лоу. И набирать позицию, потому что отскок по-любому будет, он будет очень сильный, о чем нам говорит дневка. Но неделька, ребята, говорит нам совсем про другое. Неделька нам говорит, что мы в даунтренде. Обратите внимание, у нас красный money flow и все идет вниз. То есть по недельке нам еще падать и падать на самом деле. Куда-нибудь как раз до 200-й скользящей средней, которая сейчас находится в районе 22 тысяч долларов. То есть в худшем сценарии я вижу, что мы можем сейчас взять и улететь туда прям без откатов. Но обычно, обычно рынок так не делает. Обычно рынок дает передохнуть, сетка спускается, мы отскакиваем отсюда. 35-37 тысяч и потом идем выбивать это дно и уже разворачиваемся в какую-то бычью историю. Если говорить о продолжении медвежьего тренда. Но мы знаем с вами, что этот рынок нас поизмотал. Здесь не было до конца бычьей вершины. Здесь, возможно, также не будет до конца медвежьей впадины. Так что, смотрите, мы можем легко отскочить и снова торговаться в районе 40 тысяч. Я этому совершенно не удивлюсь, если так будет. И к этому готов. Потому что хочу вам напомнить, что индекс страха и жадности лежит на рекордных значениях экстремального страха. Он вообще таковой бывал очень-очень редко. Если мы посмотрим с вами всю историю, то он таким был буквально пару раз. Вот здесь, на коронодаймпе в марте 2020. И вот здесь он еще падал в 19 августе. Короче говоря, так низко мы были вообще всего 2-3 раза. То есть, что это нам говорит, что, конечно же, нужно присматриваться к покупкам. Там, где все боятся и продают, нужно присматриваться к покупкам. И, наоборот, разгружаться там, где все впадают в эйфорию. Так что, друзья, не знаю, как вы, напишите в комментариях. Я за локальный отскок. 4-х часовик, опять же, желтая точка на этом самом месте. То есть, вероятно, мы сейчас отрисовываем какие-то головы и плечи, грубо говоря. И пробой туда, эта цель как раз а-ля 36 тысяч. Вполне себе, возможно, даже выше вот к этим, как я уже сказал, средним значениям. Ребята, примерно такой вот торговый план. Если вам нравится такой быстрый апдейт, ставьте обязательно лайк. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик. Напишите свой вариант в комментариях. За бычий отскок, за медвежье продолжение или за флэт. Интересно прочитать ваше мнение. По альткоинам, в принципе, все то же самое. Луну, я не знаю, стоит ли смотреть. Но я думаю, что этот случай с луной, это как раз и был. Была та встряска, которая нужна биткоину. Тот стресс-тест, который мы получили. И если мы так отдалимся с вами и посмотрим на биток, то видим, что, в принципе, уже отпадали мы достаточно хорошо. Вот у нас был, грубо говоря, медвежий флаг. Мы из него упали вниз. Вот у нас, грубо говоря, еще один медвежий флаг. Мы снова упали вниз. Но уже, как говорится, пора бы честь знать и отрасти хотя бы вот куда-то к этим средним значениям. А там, если все будут продавать и фиксировать, кто убытки, кто небольшую прибыль, то там может начаться и настоящий самый тузамун, в который никто не верит. Поэтому, ребятушки, аккуратней. По альткоинам пару слов давайте еще пройдемся. Эфир посмотрим. Эфир упал ниже 2000 долларов. В принципе, эфир вот кто-кто, а эфир реально достаточно перекупленный альт. Я об этом много раз говорил. Не такой перекупленный, конечно, как луна и прочая история. Но эфир, кстати, смотрите, он еще даже не переписал вот этот вот лоу, в отличие от биткоина. И я думаю, что эфиру есть куда падать на самом деле еще. Он, конечно, может отскочить от этого сильного уровня. Но в целом, я думаю, что эфир в глобальной картине, ему есть куда падать, несмотря на то, что и куда расти тоже всегда есть. Но на балансе вероятности, короче, для меня эфир уже достаточно перекупленный. Несмотря на то, что к битку, он вообще находится в аптренде. Если вы посмотрите, к битку эфир растет. И вот тут у нас повышающийся минимум локальный и глобальный аптренд. Но я думаю, что эфир сейчас эту картину тоже сломает и сходит куда-нибудь ниже к битку, соответственно, и к доллару сильно упадет. Я больше за такой вариант. А вот Litecoin, Dash, Bitcoin Cash, старые монеты, которые еще не давали иксов, таких как Dogecoin, как ETC, как Cardano, в принципе, находятся, грубо говоря, на своих ультимативных поддержках. Посмотрите, да, то есть трендовая не сломана, бычий рынок налицо. У Litecoin он переписывал свой хай 2017 года и не переписывал ЛАИ. То есть, в принципе, Litecoin лежит, скорее всего, на ультимативной поддержке и в какой-то момент начнется взрывной рост. О чем нам свидетельствует и Litecoin к биткоину, который лежит на самом абсолютнейшем своем дне, внизу этого падающего клина. Смотрите, и пробился, скорее всего, ложный из него вниз. Я думаю, что отстрелит он очень-очень хорошо и сильно, он должен отстрельнуть из этого клина. Посмотрите сами на эту картину. Это Litecoin к биткоину. То же самое, друзья, касается и Dash к биткоину. Он тоже находится на своих all-time лаях. Посмотрите, в гигантском, фрактальном таком клине внутри клина, внутри большего клина. Но он просто валяется под дном. И это вопрос времени, когда он просто возьмет и сделает 10, 15, 20 иксов. Просто сходу. Как он делал вот здесь. Или даже хотя бы как он сделал вот здесь. Поэтому смотрите, Dash, если вам нужно подтверждение, по нему, конечно, ждите пробития по биткоину хотя бы 500 тысяч сатоши или миллиона сатоши. Но я в этот момент уже накапливаю по 200. Я думаю, что вы тоже. А Dash к доллару чем привлекателен? Тем, что он в отличие от Litecoin, от Manner и от прочих монет, он еще даже не переписывал свой хай. То есть у него потенциал просто огромный. И на дневке желтая точка уже случилась. Вот здесь, и мы сходили ниже. То есть, в принципе, опять же, Dash лежит на своей абсолютно ультимативной поддержке. Я понимаю, что ходилерам Dash, наверное, грустно, что их инвестиции упало у кого там вдвое, втрое, у кого уже там в 10 раз. Тем не менее, отнеситесь к этому серьезно. Это лучшее время для покупок, ребята, когда мы находимся внизу всех этих пузырей. Это лучшее время для покупок, потому что лучшее время для продаж – это наверху. Вот и все. А по поводу новых альткоинов, всяких AVAX, кстати говоря. Я говорил, что все это будет падать. Если вы внимательно смотрите и подписаны на наш канал уже давно, я говорил, что и Solana, и AVAX, и Shiba, и Dogecoin, и Луна, это ваше любимое, и Мана. Все это будет… Вон, смотрите, остановили торги Луной. Все это будет падать. Мана, кстати, неплохо отскочила на 50 с чем-то процентов. Но, тем не менее, все вернулось вот к этим уровням. Зря, конечно, я это дело не шортил. Ребята, так я вам скажу, теперь вижу. Но всем, кто это зашортил, большой мой респект. Я видел в чате даже, кто-то шортил, потому что я сказал, что это перекуплено. Мне приятно, если вы так сделали. Сэндбокс тоже самое, можно даже не открывать. Они все, вот видите, вернулись к своим значениям. То есть, в принципе, это, конечно, медвежий совершенно импульс, когда мы упали на 85%. Но, я вам хочу сказать, для медвежьего рынка это очень быстрый и безоткатный движ. Поэтому, возможно, что это, как я уже вам говорю, мини-медвежий рынок внутри большего бычьего по всем этим монетам. Возможно, что мы увидим вот такую вот историю, как видели в 2016-2017, потому что это тоже падающий клин. Так что смотрите. Всем респект, кто зашортил. Забирайте профиты, пока они есть. Вот. Всем, кто лонгует это дело терпения. Кто лонгует на споте вообще терпения, только терпения. Кто на фьючах, пожалуйста, с умом, с расстановкой. Эфир Классик тоже, как я вам говорил, хоть это моя любимая монета, я бы ее сейчас не трогал. Потому что она реально уже сделала вот это. Она помпанула очень-очень сильно и смотрит вниз. А вот Дэш еще этого не сделал и Лайткоин. Они все еще лежат вот здесь. Поэтому, на мой взгляд, и Биткоин Кэш тоже. Вот их, наверное, стоит подбирать в долгую. Вот. По Доту не знаю. Дот тоже сильно сдули. Вышел он вниз из этого канала, который я рисовал. Наверное, да, для аккумуляции хорошая сейчас зона по Доту. Он, как минимум, я думаю, вернется в этот канал и там будет тусоваться опять там 20-30 долларов какое-то время. Вот. Матик я бы не трогал, потому что тоже он полетел. Помните, я вам говорил, что он полетит вниз. Короче, блин, Гринни-то все на самом деле угадал. Кроме движения Биткоина и Дэша. Но в долгую, поверьте, оно тоже будет верно предсказано. А вот эти все щитки надо было шортить. Я всем еще раз большой респект, кто это зашортил. Вот. Пойду заканчивать это видео. И не забывайте забирать прибыли, друзья. Матику, кстати, есть еще куда падать, судя по картинке. Не забывайте забирать прибыль, фиксировать, резать риски. И всем профитролей, хороших торгов. До следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok